Съемочная группа программы «Земля наша» продолжает знакомить телезрителей с интересными жителями нашего региона. И сегодня в программе. Свои жизненные истории расскажет ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Иван Шаврей и староста деревни Конотоп Любовь Мицкевич. Секретами приготовления кондитерских изделий поделится Светлана Соловьева. А с жительницей Наровли Еленой Дергачевой поговорим о народных ремеслах и традициях. Настоящий профессионал своего дела, человек творческий и ответственный. Так можно охарактеризовать Светлану Соловьеву. Она трудится мастером кондитерского цеха на Тереховском хлебозаводе. Словно художник, наша героиня ежедневно создает шедевры кулинарного искусства, радующие глаз самых изысканных гурманов. Превращаем муку в тесто, а тесто и другие компоненты в пряники, печенья и пироги. Сегодня мы вырабатываем печенье песочное, которое называется сказочное. Сюда идет у нас повидло, входит на отделку. И вот вырабатывается оно вот такими вот в виде таких конвертиков небольших. Сегодня у нас в ассортименте не только печенье мы вырабатываем, но и торты. Торты вырабатываем как обычные, вот такие маленькие по 0,8 и килограммовые. Ну и еще у нас торты идут на заказы свадебные, к юбилеям, дню рождения. От 2 килограмм и доходят даже до 8 килограммов у нас есть такие заказы. Вот торт, допустим, торт наслаждения. Мы сегодня вырабатываем торт на растительных сливках с вороной, с гущенкой, такой вот красочный, с розочками. На первый взгляд может показаться, что освоить профессию кондитера не так и сложно. Выучил определенные рецепты, освоил технологию приготовления и монотонно выполняешь работу по изготовлению продукции. Однако это мнение ошибочно. Профессия кондитера – самое настоящее творчество. А потому необходимо обладать талантом, воображением и чувством вкуса. Никто не отменял также трудолюбие и желание постоянно совершенствоваться. Как отмечает Светлана Соловьева, настоящий кондитер – это усидчивый, дотошный и внимательный человек. Без этих качеств трудно доводить работу до конца, а иногда и реализовывать какие-то идеи. И очень важно делать все с душой. Со Светланой Николаевной мы работаем уже давно. Хочу ее охарактеризовать как очень хорошего, доброго, отзывчивого человека. Человек творческий. Мы очень рады, что она есть в нашем коллективе, работает в нашей организации. Мы прошли с ней немало выставок, конкурсов. Я хочу сказать, что заслуженно занимали призовые места. В подчинении у Светланы Соловьевой 10 человек. Работая в две смены за сутки, они производят до полутонной продукции – пирожных, пряников и булочек. Заводская рецептура постоянно меняется. Все зависит от спроса. Проверенные потребителем изделия постоянно в ассортименте. Но чтобы удержать его, нужно создавать что-то новаторское. Работа сложная, но как бы интересная, сложная. И порой бывает всякая эта же работа. Но мы людям приносим вот такую сладкую радость. Тортики, пирожные, и деткам как бы на радость. Булочки же мы, у нас же ассортимент большой нашей продукции. Светлана Николаевна на Тереховском хлебозаводе уже четверть века. На предприятие пришла сразу после окончания Гомельского профессионально-технического училища номер 17. Кулинарные способности унаследовала от матери, которая проработала кондитером более 30 лет. Работаю на Тереховском хлебозаводе с 93-го года. С января 93-го года пришла помощником чистомеса. Сначала в производстве работала. А потом где-то месяца через три меня перевели в кондитерский цех. Я работала кондитером. Ну и спустя, не знаю сколько, лет 9, наверное, прошло. Вот уже работаю мастером цеха. Светлана Соловьева пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и личный вклад в развитие отрасли эта трудолюбивая и скромная женщина отмечена нагрудным знаком «Благодарность президента». Эмоции, конечно, это очень большая для меня награда. Конечно, я долго не верила, пока не попала во дворец. Я долго не верила. Конечно, спасибо большое. У меня были хорошие учителя. О своих достижениях и успехах Светлана Соловьева много говорить не любит. Как она отмечает, это не совсем справедливо, ведь в кондитерском цехе работает целый коллектив, а потому каждая победа общая. А каждая награда – это хороший стимул для достижения новых высот в профессии. Жизнь о населе не такая насыщенная, как в городе, но назвать ее скучной никак нельзя. В этом уверена наша следующая героиня – Любовь Мицкевич. Уже более 10 лет она работает в Конотопском сельском клубе. Ее главная задача – организовать людям досуг, подарив при этом незабываемые впечатления. А сельчане, как показывает практика, умеют веселиться и радоваться жизни. В Конотопе устраивается бесчисленное количество праздников с конкурсами, песнями, танцами и хорошим настроением. К мероприятиям, проводимым в деревне, Любовь Мицкевич долго готовится, стараясь все делать исключительно на высоком уровне. У нас в деревне очень насыщенная жизнь. Проводим всяческие концерты, обряды на Конотопский престольный праздник. Детей очень много на лето собирается. Вообще интересно. Дискотеки, всякие юбилеи, все проводится в клубе. Вот, люди приходят, я готовлю сценарий, и все, и весело, и отдыхают, и гуляем. То есть сценарий вы полностью сами готовите? Да, да. Вам никто не помогает? Нет, сейчас в интернете можно что хочешь, книжек у меня много. Но я стараюсь такое все, чтобы с народными всякими традициями это связать. Ну, так интересней. Местные традиции для нашей героини играют большое значение. К примеру, несколько лет назад Любовь Мицкевич возобновила летопись деревни. Когда-то сельчане записывали все самые важные события из жизни родной деревни. Религиозные праздники и народные гуляния, свадьбы и рождение детей. Какое-то время вести записи перестали. Любовь Владимировна решила вернуться к истокам и продолжить местную традицию. Тем более, когда это важно не для одного человека, а для многих жителей Конотопа. И для тех, кто хоть и покинул родные края, но не забывает о них и периодически навещает места детства. Когда была встреча выпускников, мы приезжали, я организовывала уже четвертый год. И всем было интересно. Я вот читала, потому что не все знают. Вот приехали, ой, вон дома нема, когда его закопали. Сейчас мы быстренько чик-чик-чик посмотрели и все, и знаем, когда закопали. И все, и вот так вот идем. Мне и самой это интересно, да и людям интересно. Люди благодарны, да? Конечно, очень благодарны. Особенно вот когда в 15-м году, первый раз я встречу эту организовала, было 90 человек приехало. Творческий задор, неуемная энергия и трепетные отношения к людям помогают нашей героине и в решении насущных проблем сельчан. Уже более года она является старостой деревни Канатоп. Любовь Мицкевич удачно совмещает в себе умение организовать праздники и народные обряды с желанием помогать людям. Начинается утро, где-то света нету звонит, где-то вода, порыв или нету, или что. Ну, все такие вопросы. Зимой там снег почистить где-то надо, где-то не дочистили. Ну, все жизненные вопросы, все вот такие. Плоть до того, что надо купить что-то вот. Сельчане охотно обращаются за помощью к своей старости, зная, что их обязательно выслушают и сделают все возможное, чтобы помочь. Любовь Мицкевич уверена, что любую проблему можно решить, когда ты не стараешься от нее убежать. Выход найдешь всегда. Главное – желание. Я думаю, мне бы мог позавидовать любой председатель сельсовета иметь такого помощника на селе по любому вопросу. Ежедневно, связь, на телефоне, здесь по месту пребывания. Это люди, которые, как говорится, знают о деревне, о каждом все. А как непосредственно это результат работы с населением, чтобы жизнь здесь и жизнедеятельность людей была на более высоком уровне. Потому что, имея количество населения большое, большое количество населенных пунктов, не везде и сразу, а хватит сразу. Должны быть такие помощники. Любовь Мицкевич – пример для подражания. Сельчане ценят ее за качество, присущие настоящей хозяйке. На подворье всегда чистота и порядок. Любовь Владимировна отмечает, что по-другому и быть не может, когда живешь в Конотопе, живописной деревушке на берегу Припяти. Местные пейзажи завораживают и влюбляют. Наша героиня прожила здесь всю свою жизнь, за что постоянно благодарит судьбу. С годами, когда становишься чуть старше, все равно хочется домой. Тут все знакомо, все дорожки, все тропинки. Да и вообще в деревне, я к городу не очень. Даже вот под селением мы жили в деревне. Там построили такой коттеджный поселочек. Ну это не то. Там речки не было. Ну а тут все знакомо и люди свои. Любовь Мицкевич – человек трудолюбивый, всей душой любящий свое дело. Это подтверждают и многочисленные дипломы. Один из последних второй степени. В номинации «Лучшая староста Гомельской области». При том, что наша героиня на этой должности трудится всего год. Впереди будут новые достижения. Ведь во всем, за что не берется Любовь Мицкевич, ее обязательно ожидает успех. Мастерица Елена Дергачева из Наровли человек в искусстве многогранны. Она умеет рисовать, плести, расписывать, вязать, вышивать. Елену Дергачеву можно смело причислять к числу людей, которых называют хранителями народных ремесел. Вот этому всему меня учила бабушка. Бабушка у меня была рукодельница очень талантливая. Вот если теперь бы сказать, она сама рисовала. Но не так, как мы теперь рисунок нарисовали, и мы его через копировку переносим, он у нас копий один в один. А я вот помню, даже когда она пришла к нам, помню, что-то она загорелась. То ли георгина за окном была, то ли какой-то цветок был за окном. И помню у нас, как она дом мела, так вот веник остался посредине дома. Она побежала, взяла ткань, тут же карандаш в руки, еще химический. Это было, я, наверное, была, наверное, ну лет пять-шесть мне было. Но так вот в памяти отложилась. И стала быстренько рисовать этот цветок. Она рисовала все свои рисунки, наделала сама. У нее все рушники были авторские. Елена Дергачева по образованию воспитатель в детском саду. Определенное время проработала в Ельске, а в начале 90-х годов прошлого века жизненный путь привел в Наровлю, где наша героиня и смогла полностью реализовать свои таланты. Не вышивала очень долго и долго не занималась соломкой. Соломкой я начала вспоминать, что уже когда я пришла в воспитательный садик, а там, ну, детям что-то надо показывать. Вот я уже тогда начала что-то, ну, такое самое простейшее вспоминать. А уже вот именно так вот вплотную я занялась именно, когда пришла в Дом пионера в этом 93-м году. В историко-этнографическом музее, где мы встретились с Еленой Дергачевой, все пестрит яркими цветами. Здесь можно увидеть и авторскую скатерть с вышитыми узорами, и яркие предметы гардероба, популярные у наших предков. Самый древний вид вышивки – это самые простейшие швы. Это стебельчатые, тамбурные, вот такие. То есть гладь к нам пришла гораздо позже, крестик пришел тоже позже. А вот против – это тоже один из древних видов вышивки. То есть он получается, если на него посмотреть, он как ткачество на обе стороны. То есть вы рушник этот можете и так повесить, и так. Единственное, что изнанка будет видна, да? Если крестик посмотреть, то на изнанке уже совершенно другое, и рисунок уже не видно. Крестик к нам пришел где-то в середине XIX века, а гладь пришла еще позже. И обосновалась она у нас более плотно, и то, что в послевоенное время, когда женщины уже больше могли быть доступны, были мануфактурные ткани. Елена Дергачева – призер и дипломант многочисленных выставок. Свой богатый опыт передает молодежи, ведет кружок и устраивает мастер-классы. Свои изделия мастерица с радостью дарит знакомым и близким. Многие из них, к слову, находятся в частных коллекциях в России, Германии, Чехии, Словакии и даже Америке. Работая на разных должностях в нашем музее, она принимала участие в различных мероприятиях, выставках областных, республиканских. И Елена Васильевна известный человек, заслуженный человек. И мы, конечно, рады, что квалифицированно рассказать о народных традициях, о вышивке, о ремеслах может именно этот человек. Для нас это очень важно. Популяризация национальной культуры и развитие творческих способностей у детей сегодня одна из важнейших задач для таких мастеров, как Елена Дергачева. И наша героиня делает все, чтобы с ней удачно справляться. Судьба человека удивительна. Сколько порой она преподносит непреодолимых преград на жизненном пути. И кажется, только самому сильному они по плечу. Иван Шаврей был буквально на грани жизни и смерти. Получив смертельную дозу радиации во время тушения пожара 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, ликвидатор чудом остался в живых. Сегодня он на заслуженном отдыхе. Проживает тихо и скромно. В небольшом домике на окраине Наровли. Вот это посадил виноград с семян косточек. Не саженцы, а косточки из винограда. Чего-то поносил. Кто-нибудь спросит, не верит. Вот это тоже все аллеи, это виноград. Это тоже все семян косточек. Тут разные сорта. Держусь в ней. Держу. Держу. Короче, я занимаюсь, так сказать, хозяйством. Для себя, для семьи, так сказать. Эта форма как напоминание о героическом прошлом. Практически полностью она усыпана орденами и медалями за совершенный подвиг. Иван Шаврей был одним из тех, кто первым стал на пути ядерной стихии, сделав при этом все от себя зависящее, чтобы одолеть ее. Орден Красной Звезды. Вот это орден за мужество. Короче, это военная награда. Нам ей наградили сразу же после аварии. Это в 86-м году. Нам уже в последствии начали. Россия наградила. Здесь российские, здесь украинские. Так сказать, за мужество, за тварь. Ну, приятно, конечно, когда помнят, когда вспоминают, когда нарождают. Ну, конечно, назад не возвратить то, что произошло. Вот в чем дело. После возвращения из армии Иван Шаврей проходил срочную службу в Москве. Устроился работником пожарной части в Припяти. Через год перевелся в пожарную охрану Чернобыльской атомной станции. Красивый ухоженный городок, неплохая зарплата, близкое расположение с родной деревней. Все располагало к хорошей жизни. Но однажды Ивана Шаврея взбудоражил тревожный сон, который приснился как раз накануне трагедии. Снится ночью сон. Дома нету. Ни крыши, ничего. Передо мной образ Матери Божией с младенцем на руках. Я поглядаю на вас, как с вами разговариваю. Я хочу говорить, но я не могу говорить. Глазами смотрю, короче, не описаны красоты. И лучи от нее на меня. Все, дома нету, нету. И это явление, может, проходило, может, минут пять. Ну, не, не, не мог. Сколько, сколько, какое время. Потом я оран. Я не спал уже. Я проснулся, и все такое видение. Потом я не мог говорить. И утречко я о Матери рассказываю. Я плакал, я не хочу скрывать, плакал. Мама, такое-такое у меня видение. Ну, сослались, что я на мотоцикле. Ну, немножко гонял так. Ну, типа, предсказание, типа, что-то такое. Получилось видеть, какого. Ночь с 25 на 26 апреля была тихой и по-весеннему теплой. Иван Михайлович заступил на дежурство, которое ничем не должно было отличаться от многих предыдущих. Однако внезапно раздались два громких хлопка. Сработала сигнализация. Мы охраняли атомную станцию. Мы обязаны были так, любое возгорание. Что бы там ни случилось, мы выезжали. У нас, короче, вся станция была запитана под сигнализацией. Где-то маленькое задымление или какой-то пожар. Значит, сработка на пульте у нас, и мы сразу же выезжали. В то время тоже именно ночной время, по ночи произошел выброс пара. Мы не придали значения этому, потому что и до этого выброса пара выходили. Потом сработала сигнализация. Опять же хлопок получился. Выбежал на хвост от пожарной части. В это время произошло два взрыва внутри. Третий взрыв разворотил крышу четвертого энергоблока. Мы сразу же через минут пять-семь прибыли на атомную станцию. В мирное время на станции часто проходила отработка в нештатной ситуации. Пожарным говорили, что в случае чего они будут просто наблюдателями. А специальная установка все зальет водой. На учениях так и было. Однако при взрыве ее полностью разворотило. Тушить пожар пришлось людям. В карауле в нашем находились карья. Я, Леонид, старший брат, и меньше Петр. Он был инспектором. Отвечал именно за ремонтные работы, внутренние работы атомных станций. И четвертый был, так сказать, зять наш. Сестрин муж, Серега, тоже в одном карауле все находились. Представьте себе. Если бы, не дай бог, получилось, что сразу четыре гроба в одну хату. Ну, получилось, так получилось. И Господь нас стоит сказать, не было. Когда подоспели пожарные из Киевской области, Ивана Шаврея и еще 27 его сослуживцев, обессиленных и полуживых, доставили в медчасть города Припять. На следующий день всех отвезли в Киев, откуда самолетом переправили в Москву. Здесь, в шестой клинике, началась настоящая борьба за жизнь, которую смогли выдержать лишь немногие. Нас всех изолировали. Я с Володей прищепил. Два человека в комнате. Все, по два человека находились. Возле входа в палату стояла охрана внутреннего войска. Солдат пригнали, все. К нам так вот заходил профессор, лечащий врач и медсестры. Все. Убрали пункцию постного мозга. Крову меняли. Именно доноры, солдаты были. Спасибо им. Эту роль большую сыграли. Практически месяц понадобился братьям Шаврей, чтобы справиться со смертельной дозой радиации. Лечение продолжалось и после. Но день, когда состояние стало улучшаться, можно по праву называть вторым днем рождения. 27-й день – это третий кризис. Это уже, так сказать, отборка получилась. Или на 27-й день, если я стану перебором, переборит организм, значит, будем живы. В 27-й год у нас пошла на спад температура. И уже с 27-го уже пришли к памяти. Ну, я по себе пришел к памяти. И начал, так сказать, подниматься. Иван Шаврей родился в живописной деревне Белая Сорока. Сельские пейзажи и колорит местных просторов запали в душу с самого детства. Здесь прошли детские и юношеские годы. Из-за последствий Чернобыльской аварии с карты Наравлянского района исчезло 35 деревень. Возвратившись после лечения, ликвидатора постигла печальная новость о том, что жизнь в Белой Сороке закончилась навсегда. Иван Михайлович, когда стало понятно, что вашей деревни уже нету на карте Наравлянского района, что в тот момент вы почувствовали? По правде говоря, значит, боль очень большая была. Боль, но я вру. Некоторые говорили, ну, так сказать, грубо говоря, специалисты, что неделя-две возвращат назад эти жители. Но получилось, что... Конечно, даже не то, что я не хочу лукавить и скрывать, даже плакали. Плакали, что именно... Наше место очень хорошее. Зеленая деревня находилась, наверное, на берегу Припяти, 500 метров от речки. В общем, красивая, красивая зона была для жизни. Воспоминания о родной деревне навсегда запечатлены в памяти. Иван Шаврей находит время, чтобы спустя десятилетия после трагедии посетить место, где некогда умиротворенно царила сельская жизнь. Это Белосорока. Мы приехали на Радовницу, Белосорока. Каждый год мы ездим. Я говорю, каждый-каждый год мы ездим на Радовницу. Но это, так сказать, отчего дома у Белосороки. Там в огород пошли. Мать пошла с моей дочкой Ангелиной. И, так сказать, сельщие обходят. А я присел на скамейку. Так, на сад любуюсь. А в это время просачиваясь, соловьи поют. Все. А если живу, все. Шпаки по-белорусски тоже. Все живет. Я говорю, жизнь продолжается. И больно вспоминать, и больно забывать. Эта фраза, по словам Ивана Шаврея, как нельзя кстати, описывает его внутреннее состояние. Про Чернобыль, очевидцу трагического события 1986 года, рассказывать приходится достаточно часто. И всегда его история трогает собеседника до глубины души. Часто приходится выступать перед молодежью, даже в школах. Относится с вниманием. С вниманием. Некоторые даже плачут. Потому что смотрят, смотрят даже в фильме. Я хочу повториться, вот эти снятые, ну, американцы, милики. Но это неправда. Я говорю, начинаю рассказывать со своих слов, как это было. Я говорю, словно не можно найти. Тишина, гробовая тишина. В школе там даже приходилось на митинг выступать. 26-го. Говорю, внимание, внимание. Все да, не то, что телефоны подключали. Говорю, смотришь на молодежь, молодые девочки. Я говорю, плачешь. Плачешь горкими слезами. Но я же не то, что я не выдумываю. Я именно, так сказать, перенес на себе вот это все. Ну, это приятно, что молодежь не забыл? Да, да, да. Вы знаете, очень приятно. Даже в настоящее время, оно и больно вспоминать, и больно забывать. И приятно то, что помнят и вспоминают. Иван Шаврей – настоящий герой. Не из книг или фильмов, а из реальной жизни. Достойно и счастью переносил все жизненные испытания, оставаясь простым человеком, скромным, честным и добрым по своей натуре. Субтитры создавал DimaTorzok